На месте, куда бы не пошел, у меня свой метр. Вот она как. Нашел речку такую, отпилил ее ровно полтора метра. Мне не надо никуда не ходить, бегать, искать. Ей удобно в лесу ходить, только раз один. Вот смотри, топор Кочитер показал. Если он тупой, то мудро знает, как сделать его. Это экресиас говорит о топоре. А городской еще он знает, он топора не видал. И сделать так, чтобы в солнце туда не попадало. Я сейчас ухожу за трактором, готовлю под пруды, чтобы мне солому везти к Игорю Барабашу. Но мне надо загрузить в астеработы. Вот это вот я сказал. Трехметровая, мы отмерили. Вот она. Нужно шкурить. Ты сразу взял топор, вот так вот. И, ну, просто взял вот так вот. Смотри, как ты делаешь, Ароман, гляди. И ты вот так вот начал, и вот так стоишь, на одном месте держишь. Ну, так вот так. Ну, покажи, как ты шкуришь, шкурить будешь. Шкуру надо снять, вот такая, чтобы она была чистая поверхность. Покажи, как ты будешь делать. Подожди, рядом. Ну, 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 ну. Ну, нормально. Нужно и одну руку. Мужиком быть надо, мужиком крепким. За такого, чтобы женщина спряталась и ты ее, поволок, 10 ребятишек выкормить. Вот мне Господь это дал понять в пятилетнем возрасте. Меня кормить никто не будет. Нас 10 ребятишек, 5 братьев, 5 сестер. А отец вот так руки с фронта нет. Мать героиня. Я пятилетний, переглядывал за то, что делает. Ну, и у меня мастерства никакого не было. Я только подражатель, я не изобретатель. А старший брат на 5 лет старше, скурил. Тот изобретатель был. Он что угодно мог сделать. Я не то, что, как говорится, боготворил его. Он мог лыжи сделать, настоящие лыжи. Гоночные, с желобком, из осины забыкновенные. Как просушить, как загнуть, палочки сделать бамбуковые. А какая? Бамбука нет. Он знал, какое дерево. Я не знал ничего. И он меня учить толком не учил. Еще лопсчеты. Деньги, какие я заработаю, сусликов сдам или кошку обберу где-то. Он заберет. Пойду в армию рассчитаюсь. Я не понимаю, что в армии денег нет наоборот. Вот. Я к всему тебе говорю, что обязательно кто-то около тебя будет, кто-то все равно будет подушить. Но я жадно глотал все это. Сейчас покажу. В любом месте можно. Все, отлетело. Дальше как? Ну, дальше когда она лежит на месте, вот она. Все. Ну, видал сколько? А то вот. Ничего этого не будет. Вот, чтоб топор у тебя в руках был привязанный. Вот. Мне здесь неудобно стоит, но в во всяком случае это уже понятно, что такое. Вот. Ну и дальше так, каждую, которая есть, надо все ошкурить нам. И при том мы это делаем для плотины. Вот если положить вот так, вот одна на другую рядом здесь, так. А там мне нужно... Сейчас я скажу сколько, 7, 14. 7 это 14. 7, 14. 14. Что-то 3х4, 12. Ну, 42, 45 метров примерно надо. Вот так, одно к одному положить, вот так вот, и чтобы 45 метров было. А они по 3 метра. Это сейчас пойдем где-то заготавливать. И это никуда. Это сделаю и уеду. Но на это у меня уйдет столько времени. Мы для этого приехали, чтобы помочь. Это вот начинали делать. Вот она, ошкурена как. Мы тут нашкурили и столбы ставили. Никита уже это знает. Он тебе будет старший. Дальше, смотри. Я так вот хотел показать. Тащить. Тащила нет поле. А это поменьше. Вот оно. Уже все. Вот так маленечко прижимаешь. И как? Я подошел, так я это не специально. Все, я его уже зажал. Уперся. Здесь теперь вот он. Вот так вот. Потом вот так вот это риски создал я там круглый. Потом я риски эти выжимаю. Опять. Рука сама ходит. Теперь на эту сторону. Если я ближе возьмусь, если не взять. Дальше, значит, она будет курдыхать. Я должен так, чтобы вот эта была прямо рядом. Опора. Ну, а теперь, видишь, он не дает как бы. Неудобно мне здесь. Ну, все равно неудобно сделаем. Я уже тащил это для показа. Он как бритва острый. Бриться можно. Дальше. Ну, тут это село. Большой круг такой-то. Вручную, где ничего нет. Пилы тащить. Я вам рассказываю. Вчера привезли мне пять пил. Я был главный тащильщик в деревне. В школе учился. Почему? Зато яйца принесут, бабки. То, что. А что, и кроме того, ну, и что, был напил. Когда мы были тогда, покупали. Вот и поставил. Смотри-ка. Заметь, как поставил. Напор, лезвие. Любой порежется. То есть, все сделал, подготовил, чтобы любой порезался. А как это нужно было сделать? Ну, главное, это что вниз. Вниз. Вот все. Вот так можно поставить, чтобы никто не мог наступить. Порезался. Вариантов много. Почему говорят, на грабли наступить? А грабли-то они как? Вот. Ты знаешь поговорку? Опять на те же грабли. Ну, что-то повторяется, ошибка какая-то. Говорят, опять на те же грабли наступаем. Слышал? А что это означает? Не знаешь. Так же делаешь, как и прежде ошибаешься. Ничего, сейчас мы найдем грабли, по лбу заедем тебе. И ты научишься прям сразу же. Так, я не знаю, где тут грабли-то. Утащили их. Вот, все. Помоги мне найти грабли. Тут тягки стоят. Выходит, нету здесь грабли. Ну, нету, значит, ничего я тебе не покажу. Ломи подпишу, куда занять. Я сказал, туда, вовнутрь. Грабли нету, да? Нету. А почему грабли нету? Рядом женщина. Она забрала их на огород и бросила. Вот даже нету, даже грабли нету. Я все равно покажу, как. Это женщина. Обязательно женщина это сделала. Она взяла на огород. И там их бросила. И назад не принесла. Они лежат где-то, гниют. Я даже не знаю, я это могу высчитать, как. Грабли требуют особого обихода. Чтобы в пол вы не съездили. Вот смотри. Вот мы теперь представим, что это грабли. И как? Вот тяпку вот так поставим. Что будет? Ходим босиком. Дальше что? Как ее ставить надо? А вот как. Вот. Вот поставим, чтобы никто не наступил. Грабли, вот это примерно грабли длинные. И опять, говорит, наступаем на те же грабли. Наступай. Аккуратно так. Не, не, иди поворачивай. Ты просто идешь. Ты не видишь, выступаешь. Ну, выступай, дави. Он теперь разворачивает длинные и бьет тебе полку. Опять на те же грабли. Вот я наступил, только он меня вот куда, чтобы вырву. Вот она торчит. Я наступаю. Куда оно бьет? Это государство, это перестройка. Это те же грабли. Поговорка-то откуда идет? Мы, где грабли, можем показать это. Идем дальше. Топор человека закрыл очень рано. Но пилу когда, я нигде не нашел. Во-первых, должна быть столистое железо. Такое, чтобы она, видишь, согнется, чтобы она возвращалась в прежнее состояние. Тонко надо сделать ее. Дальше нарубить. И вот это вот сделать так, чтобы которая пропиливает. Оно было шире этого, чтобы ее не зажимало. И поэтому один зуб наклонен туда, другой сюда. Вот так вот. И она пропиливает. И видно, вот так смотришь, ага. Ну, вот так вот вдоль пилы покажи. И вот которая куда отклонена, с той стороны и вот это, с этой стороны точится, тот зуб стой. Вот теперь смотри, какая она у меня, это я станочек для себя сделал. Вот он. Это наклонился, колесо наклоненное. Теперь я под него положил, выровнял. Теперь я, видишь, как пианист. Держу на этом. Хорошо. Рукавички обязательно надеть. Нужно не выгибать, когда, не знаю, они заваливают. Видишь, какие они ровные. Ровные треугольники. Вот, погляди, какое. Поближе-то сбоку сделала, тебе не видно. Вот как. Как пилить, вот так. С одной стороны только затащить. И вот так вот кверху ровно вытягивать. Следующее. Вот оно, видно, как я тяну. Давлю ее и одновременно тяну кверху. Вот сейчас только потяну. Теперь двумя руками. Сделать, как-то видно было. Обычно я делаю два взмаха, чтобы одинаково было. Через одну делаете, да? А? Через одну сначала. Но оно видно, где через одну. А как же иначе-то? Она тощится так. Вот туда наклоненный, это им прорезает. Это тут, в ту сторону будет дерево вырезать. Тут она есть. Видно, что трудно было пилить. Вот я только делаю по два раза, потому что она еще не испортилась. Ровная должна быть. Который не понимает, он давит на этот рот, и оно получается не зуб, а колесо. Все, пила пропала. Ее уже ничего не взять. Тут она абсолютно идеально ровная. Почему? Один человек это делает. Вот я тебе показываю. Смотри как. Вот так вот наклоняю, тяну кверху по прямой. Видишь как? Не заворачивайте его здесь. Я захватил снизу, чтобы она маленько подрезала книзу. Все время нарезка зуба идет. После этого раз кверху, и не издавлю ее ребром. Видишь, какой ровный зуб, и весь белый. Вот с этой стороны сейчас зайди, покажи. Вот с этой стороны. Вот видите, как он висит. Два раза одинаково, значит одинаково стащиваю их. А дальше вот так вот вперед. Вот это зуб. С одной стороны точится, и с одной стороны пилы. Теперь снова опять же так же делаю. Но только с другой стороны зуб. Ты его сейчас покажешь, какой он получился. Вот. Я просто показываю, рассказываю. Напильник как изобрели, чтобы железо острило. Это была большая мудрость была. Думаю, что напильник изобрели намного позже пилы. Ну, я не знаю, так думаю. Позаметь, как я быстро делаю. А пилу точно... Вот моя бригада. Кто мне это тащит пилу? Я выскочил. Ну, никто не досмотрел, бригадир, он две пилы сразу испортил. Да ты хоть когда-то видал или нет? Нет, да как же ты взялся, у меня пила каждая на учете. Ну, хоть уби, он глазами мыкает. Вот такой, как Роман, как Никита. Вы одинаково все. А Виталий вообще ничего не знает. Зачем же ты взялся-то? Испортил пилу. Мне спрашивают, ну, хорошо, вот это можно испортить. Теперь выпрыть нельзя. Купи новую. Чтобы вот это убрать, я должен теперь абсолютно точно спилить, чтобы ровно было на нождаке. Заново вырубить зубья дальше. Можно сделать, но это чрезвычайно трудно. И потом сделать развод, а потом пилить. Вот теперь заметь, где я закончил. Вот оно видно, так, 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 все, вот оно где. Видишь, сколько надо знать обыкновенную пилу. А я бабке говорю, купи новый напильник, она купила. Теперь я натащил пилу, а она другому расскажет. Ой, пила совсем не пилила. А тут я нож натащил, мама говорит, ножи натащить. А ножей в дереве много, ножей бывает восемь. Ну, я просто, я родился в этом. И нельзя не уметь делать. Не уметь, а ты с одной рукой. Мама только начала делать то, что-то, и руку порезал. Сынок, да разве ножи так тощит? Она вот взяла нож прямо, вертикально по плите. Затупить его, чтобы. Понял? Это смешно, конечно, но вот так. Так, где я закончил, сейчас найду. Вот где я закончил. То есть его резко видать, где. Вот это я тащу в одну сторону. Видите, что замещает такой жест. Я подтягиваю сверху. Дальше по этой траектории в два раза и идет туда. Чтобы захватить нос. Вот. Сейчас мы увидим, что у нас получится. Ну, это, конечно, время. До конца показать. Вот это полоту надо было приделать в ручку. Вот так, чтобы она заклепанная была. Видишь, как заклепки-то. И здесь отверстие, куда забивать. Вот. Выходит маленько. Опять колотило и все. Теперь опять. Эта ручка выскакивает маленько. Ничего. Все. Вот с одной стороны мы накачили. Теперь начинаем со второй. Надо точно определить, в каком направлении. Ну, направление тут великое. Раз. Вот человек, который ничего не умеет, то никому не нужен. Один потеряю, который написал заявление. Полторы тысячи заявок был в первый год. Ну, чтобы не лгал, не пил, не курил, не матерился, не вырывал. Должен доказать. Один приехал. И были средства, на что построиться. Он говорит, я предприниматель был, я могу. Но я матерюсь. Чуть не так, я по пальцу ударил, говорит, матерок. Все отказали. Хороший человек. Все знает. Фермерское хозяйство. Мы ему отказали. Это не должно быть. У нас был один такой. Потом поселился. Не сказал, что у него есть это. Ну, а дальше он уехал. Другой не сказал, что у него зашита там вот эта ампула от пьянства. Женился. Два ребятишек. А дальше у него опять старое. Он не может другим быть. Мастер. Дом построил. Дом, где Алеша живет. Это его домик. Мастер. Просто настоящий. Притом, имеющее родство с фамилией Потеряевых. Приехал с Потеряевых до Ильки Титовной. Про правнучки-осмарателя Потеряевых. Потеряевые фамилии. Вот и видишь, какие они у него идут? Наклон какой. Примерно, ну, как сказать. Градуса 60 или сколько. Каждый зуб. Вот ты его, держи его. Чтобы так она не дергалась, иногда я беру вот эту вот и заталкиваю. Вот такой как бы. Ну, это деревянный клинышек забиваю. Тут нет этого. Чтобы пила не шевелилась, не дергалась. Вот она, что дергает, я могу руку не держать. Но одну руку неудобно это тащить. Руки меняются, обязательно в перчатке. Вот она, как внести в зубке, ее видно. Да, это он был ржавый. Все, три стороны. Посчитай, сколько зубов. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Работает. Вот так. Смотрите продолжение в следующей серии. Держи эту пилу. Смотрите продолжение в следующей серии. Хвала тебе. Смотрите продолжение в следующей серии. Держи эту пилу.